На уроках биологии Эльвин Гусейнов был самым внимательным слушателем. Это его любимый урок. Поэтому будущую профессию выбрал сразу. Решил стать врачом. В ВУЗе изучал общую хирургию, затем определился с более узкой специализацией. Сразу коллаперктологами мало кто становится. Сначала выбирают общую хирургию, потом уже сужаются. Я не знал, кем я буду точно, когда заканчивал университет. Поэтому решил стать сначала общим хирургом. В Калуге успел поработать в больнице скорой помощи. В пандемию два года трудился в инфекционном госпитале. Уверен, профессия врача для тех, кто готов к самопожертвованию. Это тяжело и морально, и психически, и физически. И это нет отпуска. То есть ты каждый день работаешь. У тебя каждый день смена в ковидном костюме. Очень тяжело. Хирург должен знать и уметь все, так считает Эльвин Гусейнов. Ради выздоровления пациента нужно приложить максимум усилий. Но медицина не всесильна. Привыкнуть к этому тяжело. Помогают духовные практики. Выгореть или не выгореть, это от самого человека зависит. Каждый сам свой путь находит. Липомы, атеромы, фибромы, удаление инородных тел из мягких тканей. Мелкие хирургические операции в поликлинике села Ромашково проводят регулярно. Попасть на прием к специалисту пациенту могут, записавшись у терапевта или через региональный портал госуслуг. В срочном порядке я вскрываю абсцессы, удаляю вросшие ногти. Это делается под местным обезболиванием. Пациент сразу уходит домой и дальше ходит на перевязки каждый день. Работы много, но без повышения квалификации не обойтись. Это профессиональная особенность. Поэтому доктор Гусейнов, как и многие его молодые коллеги, в будущем планирует поступить в аспирантуру. Дмитрий Потапкин, Карина Яряшева, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.